Ребята, всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, это канал о жизни в Америке, где я показываю и рассказываю о пригородах и городе Чикаго. Я также риэлтор, агент по недвижимости в пригородах и в городе Чикаго, и поэтому сегодня я вам покажу квартиру за 385 тысяч долларов. И я знаю, знаю, для многих покажется, что это огромная цена, но я знаю также, что есть люди, которые ценят комфорт, любят, чтобы локация была хорошая, близко к городу, чтобы было в доступе какие-то парки, школы, центры, где можно потратить денежку и что-то купить. Не важно, что это, этот комплекс, он насколько мне понравился, когда я его увидела, что я решила, что мне нужно здесь снять и показать вам квартиру. Здесь три комнаты, две ванных комнаты, также два места в гараже, гараж, который отапливается. И также, мне кажется, это очень хорошо иметь гараж, потому что в Америке зачастую, если вы покупаете квартиру, то это как бы место вот такое на улице, а так у вас гараж, и на три комнаты дается аж два парковочных места. То есть я вижу очень много плюсов. Также эта квартира находится в пригороде, который называется Norwich, северо-западный пригород Чикаго. Очень близко к городу, и я считаю, что здесь довольно много людей, когда приезжают, они, если не хотят в городе покупать или платить, знаете, больше там аренду, то они ищут что-то возле Чикаго, самые ближние пригороды. И это как раз Norwich, здесь есть все, вот, пожалуйста, даже выход к хайвею, буквально пару минут. Вот здесь есть парк, рядом очень много мест, также магазинов, как польских, так и украинских и других. Можно найти девочек, которые делают маникюр хорошо, какие-то салоны красоты, где всегда можно найти кого-то, кто знает на сервисах и умеет делать в Америке то, к чему мы с вами так все привыкли. Я говорю о иммигрантах, которые переезжают с бывшего Советского Союза и там в Центральной Европе, кто живет. Поэтому пошли со мной. Ребята, смотрите, какой главный ход. Без ключа сюда нельзя зайти. И так красиво все сделано, есть везде камеры. Здесь можно посылочки оставлять. И различные здесь комнаты. Трэш-рум, комьюнити-рум, трэш-рум для мусора. Ступеньки вверх. И здесь, получается, вход в гараж. Тут есть еще офис. Вход в гараж. И вот парковка. В этой квартире входит два парковочных места. И этот гараж хитит, то есть здесь есть тепло. Очень хорошо для зимы. Так все ухожено, чистенько, ничем не воняет. Что-то там шумит. Вау. И мне нравится. Такой у нас, ребята, здесь коридор. Тут два лифта. Довольно тихо, никого не слышно. Здесь комната для мусора. Тут свет. Вот комната для мусора. Большая и чистая. И мы ищем дальше с вами вон дверь в квартиру, которую я сегодня вам покажу. Итак, ребята, это входная дверь. Заходим и видим, что квартира уже прям огромная. Она такая большая и открытая. Сначала пойдем с вами сюда и посмотрим на кухню. Очень много кабинетов. И вы видите, что здесь есть и микроволновка, и печка, дэш-вошер, посудомойка и холодильник. Все в рабочем состоянии. Как бы, я бы сказала, заезжай и живи. Очень много места на кухне. Прям и стол можно поставить. Есть такой, знаете, мне эта штучка тоже нравится. И смотрите, какое большое место, чтобы поставить диван, телевизор, большой стол какой-то. И мне, что здесь нравится в этой квартире, это балкон. Балконов я, кстати, не очень много замечала, но я хочу вам показать. Это третий этаж. Как красиво. И чтобы вы также увидели, что прям возле этого дома там находится парк. И вы можете выйти, пройтись и дойти до парка. То есть это большой плюс, потому что они во всех локациях в Чикаго или вообще в Америке. Если вы живете где-то в пригородах, очень редко где можно взять и дойти, пройтись. Там, видите, украинский флаг. Это постройка этого дома была в 2004 году. Как видите, даже можно заметить, потому что здесь асфальт хороший, новый видно. Что здесь ассоциация довольно как бы заботится о окружении среды. И то, чтобы было приятно и комфортно здесь жить людям. Балкончик хорошего размера. Можно гриль поставить. Видите, что мне очень нравится, что ты видишь соседей. Ну, кроме этого окна. Но, вау, мне очень даже нравится. Идем с вами назад. Какая сеточка. Двери. Да, место, конечно, очень огромная. Квартира. Это квартира 1800 square feet. То есть 1800 square feet. Это как, я извиняюсь, как дом. Большой дом. Так, у нас здесь первая ванная комната. Она хорошего размера. Все чистенько. Я не вижу никакого, никакой плесени. Ничего, ни грибка. Либо люди, ну, сделали такой косметический ремонт. И тут много места. Там ничего не течет. Тоже хорошо. Дальше это у нас такой... Ага, тут furnace. Это то, что вас обогревает. Окей. Так, спрятанный. Здесь у нас, получается, две комнаты. Зайдем сюда в первую. Хорошего размера. И также есть шкафчик. И выход на парковку. Шкаф себе обычный, да, тут где вешать можно. И что мне нравится. Потолок, это, кстати, называется попкорн силы. Он когда-то был популярный в Америке. Сейчас менее популярный. Ну, как видите, здесь он не мешает. Большой плюс и зачет за то, что здесь есть лампочка. Очень много вот места здесь что-то складывать. Какие-то полотенца, постельное белье. Дальше вторая комната. Я бы сказала, она такого же размера. И можно много чего здесь поставить. И кровать, и тумбочку. И выходит, как видите, в такой дворик. Тут под низом есть гараж. И получается тоже шкафчик. Мне нравится. Идем с вами дальше. И получается так. Мы вернулись с вами в living room, в гостиную. И посмотрим, что во второй части этой огромной квартиры. Здесь у нас машинка стиральная и сушилка. Мне кажется, это даже новая Samsung. Потому что, да, нигде ничего нет. Возможно, почти новая или новая. И тоже есть где развернуться. Поставить сюда всякую химию, мыльные засобы. Мыльные засобы. Так у меня смешивается. Тут, видимо, какие-то полочки были. Они остались. Здесь... Ух ты, какой большой клаза. То есть, получается, там разбулся. А сюда повесил свое пальто. Зимние вещи, сумки. Попрятал все и закрыл. Получается, выглядит как просто дверь. Вот такая американская особенность. Я везде напоминаю в своих видео, что для меня это особенность. Потому что, ну, шкафчики здесь, шкафы выглядят по-другому. И мы заходим с вами, что называется по-американски Master Bedroom. Master Bedroom – это самая большая зачастую комната в доме. Есть walking closet. То есть, walking closet – это в closet, который можно зайти. Я бы здесь повесила больше полочек. Но здесь так все минималистично. Но хороший размер шкафа. И смотрите, здесь есть своя ванная. В этом, в этой комнате много шкафчиков. Что всегда огромный плюс. Огромный плюс. Здесь есть ванная и также душ. Проверяем душ на вот это вот. Как это называется? Шланга. Здесь она есть. Наверное, со всех туров, которые я вам показывала, это единственный душ, где есть нормальный душ. Я имею в виду с этим шлангом. И очень много полочек. И видите, как интересно, что стучатся дверь. То есть, всегда надо закрыть, чтобы полностью открыть душевую кабинку. Но места, вау, просто очень много. Да, что думаете? Мне кажется, это прям лакшери, я бы назвала. Места очень много. Три комнаты. И балкон. Вау, посмотрите, какая она огромная. Прямо. У меня, если бы я выбрала квартиру, то я бы точно запала бы на эту квартиру, потому что размер огромный, есть где развернуться. Не тесно. Я вот люблю, чтобы квартиры, дома, они были как бы, по Америке называется open layout. Заходишь и чувствуешь себя как король. Вот я в этой квартире себя так почувствовала. Каждая комната достойного размера. Никто не ущемлен. И самое любимое, это, наверное, кухня, зала и балкон. Это, наверное, в этой квартире самое любимое для меня. В этой квартире есть ассоциация, за которую нужно платить каждый месяц. Это 464 доллара. Сюда входят коммунальные услуги, что, я бы не сказала редкость, но довольно редко я вижу, чтобы в ассоциацию входили коммунальные услуги. То есть вы таким образом и так бы платили со своего кармана каждый месяц 200 долларов плюс-минус за такую большую квартиру, может быть, и 300, смотря сколько вы света используете, воды и газа и тому подобное. Здесь это уже входит, включено, то есть вы отдаете каждый месяц 464 доллара за то, чтобы ухаживали за газоном, чтобы чистили снег, расчищали. Сюда также входит парковка. Я бы сказала, что это хороший дел. И так как этот билдинг был построен в 2004 году, то есть у вас буквально, ну, постройка 2000-х годов. Прям такой, знаете, спальный райончик. Не похож на обычные американские районы. Если кто был в Америке, тот знает, о чём я говорю. Обычно нет таких высоких высокоэтажек. High buildings. Забыла. Которые больше там трёх этажей. Обычно в Америке такие маленькие квартиры. Маленькие я имею, мало этажей. А здесь прям то, что душе родное. Здесь вот есть въезд в гараж. Такой заезд. И куча парковки как возле входа в квартиру, так и сзади неё. Ребята, большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Поставьте лайк. Напишите в комментариях, что вы думаете насчёт этой квартиры. Дорого, недорого, красиво, некрасиво. Что понравилось, что не понравилось. И также, если вы ищете что-то купить, инвестировать или продать в Чикаго и пригородах, знайте, что у вас есть свой человек. Обязательно пишите мне любые запросы в Инстаграм. Делитесь этим видео с теми, кому может быть интересен этот контент. А мы с вами встретимся в следующем ролике. Всем пока. Слава Украине.